Приветствую всех! Всем отличной среды, отличного настроения. Сегодня я хочу сделать расклад, который, наверное, не всем подойдет, не всем понравится. Не знаю, у каждого свои какие-то мысли будут на этот счет. Но тема звучит следующим образом. Какого человека, которым все восхищаются, вы ненавидите? Слово «ненависть» — она слишком такая яркая эмоция. Она очень сильная, и она разрушающая. Неважно, ненависть направлена на себя, либо на других людей. Но она имеет место быть. Лично мне, по складу своего характера, она не близка. Но скажешь, что прямо кого-то я могу ненавидеть. И, по сути, тема расклада мне тоже не близка. Но почему я ее выбрала? Я выбрала, потому что это имеет место быть. Это часть нашей жизни. И, опять же таки, поэтому я и говорю, что не всем отыграется. Но здесь дело в том, что вот в этом раскладе у меня по энергетике идет такое ощущение, что идет какой-то другой подвох. То есть здесь, если и присутствует какая-то ненависть, то это, скорее всего, не то, чтобы... Знаете, люди бывают низковибрационные. Нет, здесь не об этом. Здесь за этой темой скрывается какой-то очень болезненный сценарий. И вот поэтому я решила рассмотреть эту тему. Здесь мне вот прям уже в энергии витает какая-то боль, какое-то неудовлетворение. У меня ощущение, что человек, которому будет созвучна та или иная позиция, имеет необходимость отпустить эту эмоцию, принять ее. Вот именно, знаете, как-то допрожить, что ли. Поэтому я просто, знаете, настраиваюсь с раскладом, и мне идут какие-то энергии здесь в поле. Почему я хочу сделать этот расклад? Не для того, чтобы показать, кому и что, и тут присутствуют ненависти и так далее. Нет, и не показать там, что кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому не нужно в комментариях писать, что у меня нету ненависти, нету. Значит, это просто не ваш расклад. Моя задача, знаете, здесь вот как будто бы в поле витает такой запрос, что я хочу это отпустить. Потому что человек понимает, что вот эта вот эмоция очень сильная, мощная, она разрушает того, кто ее ощущает, проживает. И самостоятельно как будто бы отпустить не получается. Поэтому здесь запрос, скорее всего, на очищение идет, да, на некое такое исцеление, некую такую терапию, нежели на, вы знаете, поверхностной. Да, в принципе, я и сама по себе как специалист, если можно, да, сказать. Поверхностные расклады не совсем мое. То есть, опять же таки, в моей тематике на каналах, которые я выбираю, не все так однозначно. То есть, я помню расклад, где тема была там бумеранг, либо про врагов и все такое. Вот, но за этими раскладами, за такими громкими заголовками всегда есть человеческая боль скрывается. И мне интересно разобраться в ней, покопаться в ней, да. То есть, мне неинтересно привлекать людей с низкими вибрациями, которые кого-то там, не знаю, ненавидят, ревнуют. Или как бывает у коллег в комментариях, там, не очень-то лесные пожелания, да, одних людей в сторону другого человека. Это не моя пропаганда, и это не мой девиз по жизни. Но мы все люди, и нам свойственны эти эмоции. И поскольку канал мой направлен на самоопознание, интересно разобраться, что скрывается за этим. Почему человек чувствует вот эту ненависть, которая в первую очередь разрушает его. И как сделать так, чтобы вот от нее избавиться. Чтобы простить человека, понять человека, не знаю, что-то с этим сделать. Чтобы этих эмоций, этого чувства болезненного, глубокого, чтобы его не было. Вот на это направлен мой канал. Я надеюсь, что многие из вас слушают вступление и поймут, прежде чем появится негодование, да, в комментариях неприятные такие, да, что если что-то там зацепит, послушайте сначала, для чего я делаю этот расклад, а потом уже прокомментируйте. Ну, по крайней мере, как рекомендации мне было бы приятно. Да, то есть прежде чем сделать вывод о каком-то человеке, да, сначала, как говорится, пройдите его путь, и потом у вас станет понятна его мотивация и его мотивы. Вот тема этого расклада, да, вот именно понять свой собственный мотив и что скрывается за этой ненавистью. Вот. Можно, у меня, знаете, сейчас я начну, я просто хочу еще сказать вот такую вещь, что я, наверное, в следующих раскладах тоже про это буду говорить во вступлении. Мне очень сложно стало переключаться с одной позиции на другую, и я склоняюсь к тому, что я хочу делать очень глубокие расклады на одну позицию. Вот. Опять же таки я понимаю, что многим будет не отыгрываться, потому что там, когда есть варианты, разная энергия. Вот. Но можно делать расклады на одну позицию, но и в них, чтобы было разные варианты, да, не только одна линия, вот, а разные варианты. Просто для меня стало в последнее время очень энергозатратно, знаете, вот переключаться с варианта на вариант. Я еще окончательно не утвердила, чтобы сказать вам, что вот все, теперь буду делать на одну позицию, но я склоняюсь в эту сторону, почему? Потому что, ну, во-первых, по времени расклады сделать поменьше. В общем, да, они часовые, сделать их поменьше. А с другой стороны, если будет только одна позиция, то она по времени будет больше. Не 15-20 минут одна позиция, а она может быть, например, там 30 минут, и там больше можно будет узнать. Но я думаю, да, я думаю над этим. Я еще окончательно не утвердилась, просто хотела с вами вас, как это, оповести, ну, то есть вам передать свою мысль, то, над чем я думаю. Потому что мне хочется делать еще глубже расклады, вот прям погружаться. Я получаю удовольствие именно в тех раскладах, когда я вот именно вкладываюсь, вот прям 100%, когда я проживаю, ухожу очень глубоко. И опять, я отдаю себе отчет, что, знаете, вот я же не только смотрю и рассматриваю свою позицию, я рассматриваю позицию тех слушателей, для которых я это делаю. И я понимаю, что и так мои расклады не всем созвучны в силу того, что они очень глубокие, и надо где-то что-то подумать, где-то что-то неприятно. А тут, если я буду еще углубляться, то расклады будут тяжелые, в кавычках, в контексте смысловой нагрузки. То есть я тоже это отдаю себе отчет. Но вот я меняюсь, я расту, и мне хочется делать что-то действительно полезное. И, скажем, наверное, еще полезнее, потому что я не могу отрицать, что мои расклады не полезны, чем есть сейчас. То есть я расту, и как это, суть раскладов, не тематика, а суть раскладов, она тоже должна меняться, энергетика должна меняться вместе со мной, потому что я расту, и вы растете. И, значит, что-то должно меняться и в самом процессе взаимодействия с вами, через расклады. Вот такие вот мысли у меня были. Не знаю, я еще окончательно не определилась. Я думаю, наверное, я буду думать долго, потому что я такой человек, который все вот хочу взвесить, хотя решение принимаю быстро. Думаю долго, решение принимаю быстро. Вот, и подчас они кардинальные. Но все же, не знаю, почему именно на этом раскладе захотелось сделать такое вступление. Вот, но давайте будем смотреть. Итак, какого человека? Убираем сторонку позиции номер один. Так, поставить так, чтобы видно было. Вот так. Позиции номер один, и мы смотрим. Мы смотрим единички. Какого человека нам покажут? Ключевое здесь заключается, помимо ненависти, в том, что он нравится другим людям, им восхищаются, но, возможно, вы видите в нем, либо знаете что-то, что не знают другие. И здесь нету зависти. Сразу скажу, вот в поле, да, первая позиция, это первая позиция. Здесь нету зависти, но здесь есть какой-то человек, здесь есть мужская какая-то фигура, достаточно взрослая, не знаю, может быть, это ваш дядя, либо ваш папа. Какая-то мужская такая фигура, которая вызывает вот какое-то, знаете, неоднозначное, неоднозначное отношение. Почему объясню? Потому что вот как будто бы этот человек, знаете, как-то на людях он один, а вы его знаете какую-то другую грань. Вот вы его за что-то, здесь не то, чтобы даже ненавидите, а вот вы его за что-то не любите. Здесь очень большая обида на этого человека с вашей стороны. И он вроде бы кажется другим людям какой-то такой, знаете, мягкий, его действительно как будто бы любит. Но у меня такое ощущение, что здесь вот такая энергия, что да-да, ты для других хорошая, там для друзей, для знакомых, а для семьи ты ничто, да. То есть ничего не делаешь. Ну здесь вот даже не ненависть, а обида, обида вот прям гложет человека. Ну давайте посмотрим, кто этот человек. Кто этот человек? Пятерка Пендакли. Ну человек сам по себе очень мягкий, я говорю, неоднозначный, а человек мягкий, тоже. Я бы не была уверена сто процентов, здесь идет такой, знаете, мягко стелет. Он не мягкий. И опять же сказать, что не мягкий тоже. Здесь вот, понимаете, здесь какая-то двоякость идет. То есть, вроде бы хочется сказать, что он как будто бы тоже сам, знаете, если глубоко копать, по натуре своей очень тоже такой обиженный. И отсюда он стал каким-то жестким, да, либо закрытым, либо жестким. Но вот бывают такие моменты, что он раскрывается, что он действительно становится мягкий. Он тот человек, который может отдать последнее. Но вот как будто бы не для вас, понимаете, как-то для других. Отсюда идет вот эта вот энергия, да, то есть я люблю других, я готов им отдать, я готов им помочь, а вот в тебя я вкладываться не буду. И суть заключается в том, что вот как будто бы другие, здесь не то, что он хочет, как, знаете, рисоваться перед другими, да, показывать свое лучшее лицо. Нет, просто отношение других людей к нему, оно вот действительно через вот это вот восхищение, через то, что, через какого-то он получает, через них какое-то признание, а через вас он не получает. И здесь может, здесь мужская энергия идет. Хотя в малом проценте может быть и женщина, но вот мужская энергия идет. Да, это может быть ваш партнер, это может быть ваш отец, там, дядя, какая-то авторитетная фигура, то есть важная, значимая, иначе бы вы не ощущали этих эмоций. И у меня такое чувство, что вы действительно любите этого человека, но здесь идет вот опять же таки вот эта вот ненависть наравне с обидой, что а почему другим есть внимание, а мне нет, да, а почему не мне, то есть вот прям, знаете, вот до слез, как будто бы тот, кто смотрит, ну, то есть вы, вот у вас вызывает вот этот вот вопрос, почему ко мне нельзя было так же, я бы тоже тобой восхищалась, я бы тоже тебе давала признание, любовь. Но здесь человек, он как будто бы от вас отвернут, вот в чем, в чем дело, да, то есть он свое внимание, он как будто бы отдает другим. Если здесь, например, какая-то родительская фигура, да, у меня такое ощущение, что как будто бы этот человек один раз на вас поднял руку, то есть как пощечина, просто, причем это пощечина с правой стороны, и она попала даже не на щеку, а где-то на сторону виска, у меня вот правая часть головы болит очень сильно. И здесь он сам как будто бы не ожидал, почему вас ударил, то есть какая-то такая реакция, здесь тоже еще обида на это может быть, но это было, знаете, вот вы скорее всего сказали какие-то слова и вызвали у него вот эту реакцию, то есть человек не смог, сдержался, но опять же-таки здесь такое чувство, что я поняла, здесь как будто бы вы этому человеку кого-то напоминали, то есть он не хотел вам давать своей любви, почему? Потому что он что-то вас видел. Знаете, вот бывает так, особенно если это, например, там отец, да, и он вам говорит, ты похожа на свою маму, либо, не знаю, похожа на, может быть, похожа на какую-то женщину, которую он очень сильно любил, здесь ощущение, энергия, такое воспоминание, что вы кого-то напоминали этому человеку, и ему было больно, и поэтому он старался, как будто бы в вашу сторону не смотреть, не контактировать с вами, ему как будто бы стыдно было еще тоже за что-то, у него тоже есть какая-то, здесь ваши отношения, они как кармические, что ли, здесь уроки идут, ты человек не, здесь сложные какие-то взаимоотношения, но мне показано, что вот вы как будто бы тянетесь к этому человеку, вы его действительно любите, ну, это может быть и детская любовь, да, ребенка к отцу, если это ваш партнер, ваш мужчина, то это может быть, кстати, здесь может быть сценарий, непроигранный, недоработанный сценарий с отцом, перенесшийся на вашего партнера, такое тоже может быть, что где-то вот вы бессознательно в своем мужчине видели своего папу, неосознанно, конечно же, но момент здесь того, что с одной стороны идет любовь, а с другой стороны нет, нет взаимности, и вот этот человек, которого мы здесь рассматриваем, вместо того, чтобы давать вам то, что вы хотели, чтобы была взаимность, он ровно то, что давали вы ему, он давал другим, и здесь может быть такие моменты, что вы как будто бы видели, может быть, он давал свою какую-то любовь, внимание другим детям, чужим детям, и не давал вам, и вам от этого было обидно, здесь нету ненависти, как будто бы, но здесь есть очень сильная злость, раздражение и обида, и она переходит вот в слезы, и я вижу здесь, как будто вот маленький ребенок, который тянется руками, вот как бывает, когда хочет ребенок, когда просится на ручки, вот он тянет руки, да, протягивает, чтобы его взяли на ручки, а его как будто бы, вот знаете, как-то отодвигают, отталкивают, и от этого недоумения, и боль, и стыд, как будто бы, потому что я прошу тебя, я умоляю, кстати, чувство стыда у вас есть во взаимоотношениях с партнерами, очень часто такое бывает, вы стесняетесь попросить о помощи, либо о чем-то, потому что вот это вот чувство стыда, оттуда взято, да, вот с этого сценария, что я не хочу унижаться, понимаете, здесь даже не про гордость, а здесь вот это вот чувство унижения, да, просить о чем-то, это как будто бы идет страх получить отказ, то, что вы получали от этого человека, а еще что это за человек, и ваше взаимодействие, здесь были какие-то такие, знаете, просветы, когда, не знаю, то ли человеком учила совесть, то ли что-то, он как будто бы откупался с вами, не знаю, может быть там шоколадки дарил, конфетки, какие-то маленькие подарки, безделушки, что-то такое, очень мелкое, когда его заедало, совесть он понимал, да, здесь у человека есть осознание того, как он с вами поступает, и он понимает, или либо понимал, если сейчас вы не контактируете, что он поступает неправильно, но не мог по-другому, здесь, здесь у него, там в душе, что творится, это такая, знаете, бездна пропасть, там у человека тоже куча тараканов, эмоциональных боли, какие-то свои личные истории, разочарования, любовные истории, не болезненные какие-то, понимаете, там тоже что-то связано с матерью, с материнской любовью, да, с неумением выражать у него тоже своих каких-то чувств, эмоций, здесь сложные, сложные отношения между вами, так, ну-ка, я посмотрю еще что-нибудь про этого человека, потом я посмотрю, почему, да, в чем причина, ну это человек как будто бы ушел, в том числе и физии, может быть ушел из физического мира, да, аркан мира, то есть либо человек ушел далеко, далеко ушел в иной мир, да, то есть человек может уже быть на том свете, вот, либо просто этот человек ушел, либо есть расстояние, либо здесь есть вот эта вот обида, что может быть он вас бросил, пошел в другую семью, опять же таки, если это там, ваш папа, да, было расставание родителей, и вы как будто бы, может быть он до определенного момента, знаете, вот если вы жили в семье, в такой полноценной, да, вы ощущали его любовь, а потом как будто бы он ушел, и вы ощутили себя брошенной, покинутой, вот это вот чувство покинутости, какое оно годливое здесь, я вам передать не могу, насколько вот это больно, это действительно эмоционально больно, вот я просто ее сейчас чувствую, и не знаю, как, знаете, вот как ком в горле встает, и ты прям, у меня аж мурашки по коже, и ты не знаешь, ты не знаешь, как быть, да, вроде бы и зла на этого человека не держишь, потому что понимаешь уже, как была взрослая позиция, почему он так поступил, но с другой стороны, вот что-то такое обидное, ну, то есть почему так, почему со мной, почему ко мне, да, знаете, когда с одной стороны есть открытость, есть доверие, есть вот эта любовь, а с другой стороны человек поступает невзаимно, я не буду говорить как, но невзаимно, и от этого становится очень сильно больно, больно, блин, мне аж холодно стало, сложно, вы переживали этот момент, однозначно, переживаете ли вы его сейчас, сейчас нету такого, если есть что-то, какое-то остаточное явление, либо если нечто аналогичное включит сценарий, и то, знаете, в меньшей степени, здесь уже как-то вот, здесь не то, чтобы есть прощение, а здесь все равно есть какая-то любовь, и вот эта вот сила, да, любви, она как будто бы пересиливает отношения с этим человеком, то, что вы прожили, вот как будто бы, знаете, вы забываетесь, да, идет какое-то такое забвение, и этот туман, он рассеивается, 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 почему вы чувствуете, давайте я уточню сначала, что за чувство, потому что я не чувствую здесь ненависть, я уже сказала, здесь есть обида, здесь есть злость, был период, когда вы чувствовали себя виноваты, что с вами что-то не так, да, переносили на себя какую-то вот эту вот вину, ответственность, потом очень много прорабатывали ее, а какие сейчас эмоции? Холодность? Холодность, да, здесь идет холодность, дистанция, закрытость, неэмоциональность, вы не транслируете эмоции в сторону этого человека, да, вы показываете, ну это видите, это какая-то оборонительная такая маска, когда вы показываете, что мне все хорошо, мне, у меня в жизни и так все сложилось, потому что как у меня болит голова. У вас не было случайно ни у кого тут сотрясение мозга в детстве, да, либо какие-то травмы черепно-мозговые, мне очень дико болит, может кто-то мигренем и страдает, очень дико болит голова. Но, какие эмоции? Сейчас нет эмоций, сейчас вы эти эмоции закрыли, стараетесь их не показывать, а вы сами-то для себя понимаете, что это за эмоции, да, вы занимаетесь самообманом, то, что я сказала, вроде бы их нету, либо вы их упрятали очень глубоко и стараетесь вот в эту норку не глядеть совсем, вот, либо, ну да, скорее всего так, вот, ну вы знаете, вы знаете свои эмоции, вы их не показываете, здесь король мечей-то про это говорил, да, вы стараетесь быть на позитиве, стараетесь не думать, стараетесь, вообще не смотрите в эту сторону, вам не страшно, вы просто не хотите в этом копаться, вы не хотите в этом разбираться, что-то там прорабатывать, отпускать вам это не нужно, вы просто говорите, что да, это есть, опять же таки сказать, что вы это приняли, я не могу, да, здесь нету принятия, здесь есть просто закапывание, да, как страус, закопал свою голову, и все, и меня нету, вот, но солнышко светит, почему у вас эти чувства? По справедливости, по справедливости, потому что, здесь понимаете, здесь человек еще тоже такой своенравный, ну, я сказала, сложный, он израненный, понимаете, он тоже израненный, и это, конечно же, не дает ему оправдания в его поступках, вот, но в любом случае, здесь человек конфликтный, он недолюбленный, понимаете, он недолюбленный, возможно, вот ваши вот эти вот чувства, в его сторону, они пугают, потому что, возможно, человек здесь привык, видите, по рыцарю мечей, быть бескомпромиссным, только его правда достаточно такой жесткий, конфликтный, конкретный, холодный, любит правду, вот прям, знаете, говорит, идет на пролом, нету гибкости, но очень холодный человек, и с другой стороны, у этого человека дикая потребность, в любви, выражении, и здесь, понимаете, когда вы направляете вот это свое чувство любви, в сторону этого человека, вы включаете его травмы, вы включаете его травмы, он чувствует, кучу, боже мой, сколько здесь тараканов у этого человека, знаете, что он чувствует? он чувствует, что вы какой-то такой, знаете, как некий ангел, а он чувствует себя хуже вас, а ему, это неприятное чувство, когда ты чувствуешь хуже, чувствуешь себя хуже другого человека, что ты недостойный, что ты вот какая-то, знаете, вот мразь какая-то, вот грязь какая-то, что-то такое, и поэтому, когда смотришь на вас, хочется убежать, потому что чувствуешь свою несостоятельность, и это неприятно, а себя с собой-то работать тоже неприятно, поэтому проще вот как будто бы на вас не смотреть, не смотреть в вашу сторону, здесь вот все время человек от вас отворачивается. Так как, знаете, это как солнышко, вы слишком яркие по солнцу, вы слишком яркие, вы много светите, вы много отдаёте, у вас много чистоты, у вас много света, много доброты, какой-то открытости, знаете, вот действительно, как что-то такое ангельское, ну, в контексте чистоты. А здесь человек, глядя на вас, вот он понимает, что он вам не ровнее, потому что он на фоне вашего света, видит свою тьму, понимаете, когда человек видит свою тьму, ему, ясно дело, ему это неприятно, у него начинается ломка, и он вот на основе этой ломки, он начинает что-то, как-то поступать по отношению к вам, он жёстко, жестоко, и он себя ещё больше ненавидит за это, понимаете, то есть, с одной стороны, он смотрит на вас, у него включается какое-то раздражение, на себя самого, не на вас, на себя, он не умеет совладеть, вообще не умеет, не понимает своих эмоций, а тут ещё у него внутри что-то появляется, такое неприятное, какая-то ненависть, что вот я что-то, чувство совести, страхи, то есть, совесть просыпается, чувство вины, страхи, у меня просто мысли быстрее бегут, чем у язык, и вот это вот всё начинает подниматься, это включается какое-то раздражение, на самого себя, и вот он как будто бы, вот эта вот вся сила, она начинает его ломать, разрушать, чтобы он менялся, а он меняться не хочет, он борется, и ему кажется, что вы являетесь причиной того, что с ним происходит, с его ломкой, ну, косвенно, так, напрямую, не совсем, и он сливает вот на вас негатив, и как только это происходит, он опять-таки отдает себе отчёт, что, ну, зачем, да, то есть, как на солнце бросать грязью, эта грязь падает на тебя, ему ещё вдвойне хуже, да, то есть первое, что он вот чувствует все эмоции, которые поднимаются, а второй этап, это когда он с вами поступает несправедливо, и он это осознаёт, ему вдвойне становится хуже, вот здесь такой какой-то момент, вот, а для чего я вам это всё показала, для того, чтобы вы перестали чувствовать, здесь, скорее всего, вы этих чувств уже, не так, они не так ярко выражены в вашем поле, но вы всё равно задаётесь вопросом, понимаете, вы задаётесь вопросом, почему, и вот, то, что я вам рассказала, это было ответом, почему, почему этот человек с вами так поступал, потому что, важно понять его сторону, то есть, то, что в его голове происходит, его внутренний мир, то, в чём он живёт и варится, мы-то видим внешне, а внешне он такой мягкий, он такой, знаете, дающий, он вкладывающий, а почему в других, а не вас, потому что вот вас он видел что-то, что затмевало, вот ваш свет, он затмевал, и на вашем фоне он видел свой какой, свою какую-то тьму, да, свою мрак, то есть, свой мрак, вы как-то подсвечивали, просто тем, что вы есть в пространстве, в его пространстве, вы подсвечивали то, что есть в нём, но плюс ко всему, там ещё я и сказала у каждого свои какие-то личные сценарии, что этот человек что-то видел вас, что-то вы ему напоминали, что вы ему напоминали, что ему напоминали из прошлого, ясно, да, что вы ему напоминали, дьявол, дьявол, ну вот, вы ему напоминали, а то, какой он темный и насколько вы чисты, то есть свою какую-то несостоятельность, свои привязанности, свой, не знаю, свой какой-то ложь, свой обман. Насколько он вас обманывает, что ли, насколько, ну у него какие-то свои тоже проекции были, насколько он не соответствует вашим каким-то ожиданиям, либо вашим проекциям. Он чувствует просто свою несостоятельность. Но здесь дьявол играет, дьявол играет с этим человеком. Как-то так. Нет, дьявола я обратно положу в колоду, он мне пригодится. Не знаю, почему у меня такое ощущение. А все остальное я перекрою. Перекрою. Король, Ковка, да? Голубой, красный. Так, позиция номер два. Двоечки. Красный камешек. Смотрим, какого человека, которым все восхищаются, вы ненавидите. Знаете, так интересно, тема-то заявлена одна, но я не чувствую ненависть. Вы не способны на ненависть. У вас нету таких, по определению, у вас нету таких чувств, у вас нету... Вы даже, когда у вас что-то негативное всплывает по отношению к какому-то человеку, знаете, вот как раздражение. Вы на корню это у себя вырубаете, потому что начинаете как-то оправдывать человека, говорите, что это неправильно, чувствовать такие чувства по отношению к кому-то. Вы это на корню вырубаете. Нет у вас чувства ненависти. А если даже и... Нет, здесь близко даже нету. Неважно, сколько людей смотрят, здесь близко такого чувства нету. Вы не способны на ненависть. Вы способны на раздражение. Вы способны на гнев, на злость, да. Но на ненависть, тем более на такую, знаете, чтобы еще и мстить кому-то, да, давать какой-то отпор, бумеранг. Нет, это вообще не про вас. У вас нету такого. Если у вас человек, который... Вот я в самом начале, да, вступление не случайно сказала, да, что тема-то заявлена одна, но когда начинаешь копать, там в глубине выходят другие моменты, которые могут не соотноситься напрямую. Вот в вашем случае тема, она не подходит. Вот, но если какие-то другие чувства негативного порядка, мне важно рассмотреть негативного порядка по отношению к человеку, которым опять же такие другие как-то вот восхищаются, он нравится, возможно, он для них является кумиром, авторитетом и так далее, а для вас нет. Если такой человек в вашем поле есть, это женщина, это женщина, какие у вас к ней... Вы, понимаете, здесь не испытываете каких-то чувств к этой женщине, вы просто от нее отворачиваетесь, потому что вы ее считаете лицемерной. Вы даже разбираться в этом не хотите, и вам как будто бы становится, знаете, грустно как-то, почему люди... Здесь нет вопросов по отношению к этой личности. Она у меня выходит как лиса, в образе лисы, такая, знаете, хитрая. И вы видите, вот у меня такое образе, что вот вы стоите, знаете, так смотрите на нее широко расширенными глазами. Вот прям, знаете, вот в таком удивлении в контексте мысли, что как можно, да, как можно так врать, то есть как можно быть такой двуличный, такой лицемерный. Это опять же не удивление, а я даже не знаю, как обозначить это чувство, вы просто стоите, знаете, с открытыми глазами, хлопаете, рот открываете, как рыба закрываете, а слов нету. То есть вы даже выразить то, что вы видите, то, как эта женщина общается с другими людьми. Ну, здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы, не знаю, то ли со стороны смотрите, то ли рядом как-то находитесь. Она от вас отвернута, она с кем-то общается, и вот то, что она говорит, как она себя ведет, вот вы в таком, знаете, недоумении. И вот к этому человеку вам даже, знаете, какое-то вот презрение у вас идет, вы как-то отворачиваетесь, презрение не в контексте высокомерия, а в контексте отвращения от такого поведения двуличия и лицемерия. То есть, скажем так, у вас здесь идет отвращение. Отвращение. Что это за женщина? Я не вижу, чтобы с ней была какая-то родственная связь, то ли это что-то связано с профессиональным проявлением вас в социуме, либо в социуме, либо профессиональная сфера. Ну, вы знакомы, знакомы здесь, но это не родственные связи. Поэтому эта женщина восхищается, к этой женщине, как будто, вы знаете, прислушивается к ее мнению, а она раздает советы очень умные для других людей, на их взгляд, на их, по их мнению. А вы вот так вот смотрите, и почему лицемерие? Потому что, возможно, вы знаете какую-то внутрянку этого человека, которую она не показывает другим. Вот такое, знаете, как актриса. Мне просто все время показывают сцену, сцену, где она одевает маску, причем такая очень красивая карнавальная византийская какая-то маска с украшениями, там, перо с левой стороны такой огромный, вот как носили раньше, там, я не знаю, в 19-18 веке одежды были у женщин, которые одевали белые парики, вот такая, такой сценический образ. И вот она выходит, и все ей там хлопают, все восхищаются, и она как будто бы, знаете, отыграла там, отулыбалась, отыграла эту роль, потом заходит за кулисы, да, сбрасывает в себя эту маску, у нее сразу такое мерзкое, противное лицо, такой оскал. И вы такая стоите в сторонке тоже за этими кулисами, так смотрите на нее и думаете. Причем, знаете, у нее еще и выражение в сторону этих людей, ну вот публика, перед которой она выступала, негативная, типа, не знаю, дураки, что-то такое, да, вот в таком смысле, вы так смотрите, и у вас мысль проходит, то есть, а как так можно, да, ты выступаешь, эти люди восхищаются, ты их не уважаешь, да, то есть, ну, какое-то вот обесценивание, что-то такое, вот, и поэтому вы это видите, и поэтому у вас есть какое-то такое, знаете, здесь даже не презрение, нет, не презрение, это громко сказано, вот вы просто отворачиваетесь от этого человека, знаете, вот как будто вы бежите, 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 я не хочу это видеть, боже, это не должно быть в моем поле, здесь что-то такое, вы, вы ходите, убегаете от этого человека, вы, ну, вам неприятно, вы как будто бы, знаете, не знаю, прикоснулись к чему-то такому не, не чистому, вот к чему-то такому, хочется сразу, знаете, как-то руки помыть, не знаю почему, просто я вижу, что вы как будто бежите по снегу, и вот берете снег в руки, да, и начинаете тереть свои руки, как-то вот очищаться, здесь вообще не хочу очиститься от этой грязи, я ее больше не хочу никогда видеть, вот здесь какие-то такие моменты, но сказать, что здесь есть ненависть, нет, здесь нету ненависти, здесь вот такое вот отношение, возможно, в вашем окружении, нет, нет, вот это вот яркая, яркая такая личность, которая как-то запечатляется в вашем поле, и она подсвечивается, если еще какие-то личности, которые так ярко высвечиваются в вашем поле, чтобы вот чувствовать какие-то негативные моменты, мне показывают здесь какой-то колодец, как будто вы, не знаю, то ли вы в этом колодце, как маленький ребенок, прятались в ведре, ну вот в колодце ведро есть, как будто вы в это ведро садитесь и глубоко-глубоко погружаетесь, возможно, это метафора, говорящая о том, что вот где-то, где-то глубоко внутри вас есть что-то, но это вот прям, как страх какой-то, как будто бы вот вас человек какой-то напугал, здесь как мужская какая-то фигура, которая заставила вас молчать, не говорить о чем-то, здесь нету, нет, здесь не ненависть, но это опять-таки, да, в контексте двуличности человека, здесь какая-то мужская фигура, которая опять же-таки, да, на людях себя показывает, носит маску, и причем это мужская фигура, которая вот как будто, вы знаете, нравится очень многим женщинам, пользуется популярностью, но у меня такое ощущение, что вот вы как будто бы увидели то, что не должны были видеть, вы вообще все время вляпываетесь в какую-то такую историю, блин, вот не знаю, притягивайте, что-то такое, здесь это из детства идет, здесь из детства идет, иногда вижу мальчика, а потом этот мальчик превращается в девочку, но больше скорее всего в мальчика, какой-то маленький мальчик, как будто бы, знаете, он что-то увидел, что не должен был видеть, и чтобы избежать гнев вот этого вот мужчины, он как будто бы прячется где-то в колодец, но здесь это метафора идет, здесь не в прямом смысле, здесь метафора в том, что вы прячете, прячете, да, то есть надо молчать, не надо кому-то говорить, ничего нельзя рассказывать, потому что это опасно, и здесь не то, чтобы вас запугал этот человек, это ваше какое-то такое восприятие, что вот лучше об этом никому не распространяться, что-то вы тут такое увидели, что не должны были видеть ни при каких обстоятельствах, и вы очень сильно испугались, очень сильно испугались, что же вы тут такого увидели? не знаю, но это что-то такое из темного какого-то такого, может что-то криминальное, что-то мне идет вот как попахивает оружие, железо, металл, может быть смерть, не знаю, в общем что-то такое криминальное здесь идет, и вы еще знаете такое ощущение, что вот вы как-то левой рукой рот закрываете себе, чтобы не крикнуть, чтобы не выдать себя, и молчите, и потом как будто бы есть такое, опять же как метафора показана, я хочу себе язык отрезать, то есть я не хочу никому говорить, я никому не скажу, только вот главное, чтобы не заметили, что я знаю, вот у вас может быть такое, знаете еще, этот сценарий, как он проигрывается в взрослой жизни, у вас бывает оцепенение, то есть когда что-то вы узнаете, такое вот прям экстремальное, на ваш взгляд, у вас такое ощущение, что вот как оцепенение такое, вы сразу левую руку, не правую, а именно левую руку закрываете рот, а сверху потом крадете правую, левую, а потом правую, ну сначала левую несколько секунд, потом правую сверху, да, типа молчи, молчи, не говори, это опасно, это опасно, вообще вы умеете держать, кстати, язык за зубами, и держать чужие тайны, а так, когда вы что-то узнаете, вот у вас какая-то бессознательная такая реакция, что вы сразу сами себе рот закрываете, чтобы не вскликнуть, не всхлипнуть, не проявить себя, ну давайте посмотрим на карте, тогда может быть кто-то еще здесь на карте хочет посмотреть, а какого человека нам здесь покажут, и какие к нему негативные эмоции, какого человека покажут, здесь человек с ребенком, да, это мужчина с ребенком, то ли это дедушка с ребенком, то ли мужчина с ребенком, мужская энергия, очень яркая личность, очень, ну мне здесь показывают взрослого человека, прям вот старше 50, яркая личность, яркая личность, вот тоже интересно, так знаете, личность-то вроде бы яркая, но почему-то человек сейчас закрывается, не знаю, может быть в силу возраста как-то вот замыкается, и хочется сказать, что когда-то вот он светил, либо здесь человек как-то набирается мудрости, и понимает, что надо, надо не то чтобы молчать, но он как-то вот в тень уходит, хотя сам по себе такая яркая личность, дедушка немножко. У меня такое ощущение, что здесь вот как-то мне показывают три поколения, мужчин, дед, сын и внук. Может быть у этого человека уже есть после него два поколения. Не знаю, здесь какая-то такая личность, и что вы чувствуете к этому мужчине, которому вот... Вот у меня такое здесь, знаете, видение того, что вы как будто бы восхищаетесь этим человеком, вы хотите взять у него какие-то знания, да, перенять. Здесь идет какое-то такое, да, восхищение. Восхищаетесь, возможно, его интеллектом. А почему негативное это? Вопрос был через негативное. Негативное, потому что вы каким-то образом на него похожи. Либо, а, все, я поняла. Здесь идет как злость, знаете, в каком контексте, что либо на вас возлагает какую-то ответственность, и вам говорят, вот ты похожа на него, и ты... Здесь как какая-то... Опять-таки, мысли быстрее слов бегут. Поэтому я извиняюсь, что предложение незавершенное. Такое ощущение, что здесь какая-то семья медиков, например, там, дед врач был каким-то хирургом известным, и вот как будто бы на вас возлагают, как на дитя, на внучку, не на дочку, на внучку. Это возлагает какие-то надежды, что вот вы тоже должны стать великим, там, я не знаю, хирургом, врачом, таким же, как и ваш дед. И вот вы злитесь, да, почему-то, потому что здесь им как будто бы вот как-то восхищаются, а вы не хотите быть на него похожим. И вот вы злитесь, потому что из-за этого вы как будто бы то ли не пошли по своему пути, то ли не выбрали то, что вы хотели. То есть вы были вынуждены сделать то, чего вы не хотели, сделать тот выбор, который вы не хотели. Опять же таки про хирурги я привела пример, но у вас он будет свой, чтобы вы понимали. То есть здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы должны были пойти по стопам этого человека, и вы вроде бы пошли, но тем самым вы как будто себя опять же ненавидите, да, хочется это сказать. Но я скажу, что вы злитесь, не то чтобы ненавидеть, а вы злитесь на себя, что не смогли тогда проявить свой характер, не смогли, отстоять семян, не смогли выбрать то, что вы хотите. То есть вы вынуждены были сделать то, чего вы не хотите. Почему? Почему? Потому что вы с одной стороны были неуверены, а с другой стороны как-то, знаете, проявили слабость. Возможно, это был более юный возраст, и тогда вы не могли пойти против. Здесь такое чувство, что я не могу. Да, Луна, я боюсь, я не могу пойти против против этого человека. Я не могу пойти против этого человека. Вот, двоечки. Как-то так. Сегодня я сказала достаточно много, да, мне кажется, я для двоечек. Стараюсь все время, знаете, по времени говорить одинаково, но не получается, не получается. Всегда двойкам меньше, не знаю почему. Так, и последняя позиция, номер три, зелененький камешек. А троечки, какого человека нам тут покажут? Человека, которым вы восхищаетесь? Нет, восхищаются другие, а у вас какое-то негативное чувство. Боже, вот это сила. Вот это вот прям пронеслось мимо. Такая агрессия, такая злость. Возможно, здесь и ненависть, даже не знаю. Прям такая, знаете, что-то такое на огромной скорости здесь вот прям проносится вот эта вот ваша такая мощная сила. Она действительно разрушающая. Вы у меня сами по себе очень сильные, сильные духом люди. Здесь такое чувство, что как будто бы вы кому-то хотите голову отрезать, отрубить, отрубить, потому что меч. Я вижу вас с мечом, и вы хотите кому-то голову отрубить. То есть здесь столько ненависти, но вы настолько сдерживаетесь. Человек, о котором здесь пойдет речь, о котором все восхищаются, для вас является оборотнем. Я всегда тройкам говорю что-то такое фантазийное, не знаю почему, потому что здесь скорее всего у вас какая-то энергия все время идет магическая, либо связанная. Я все время говорю, здесь какие-то практики идут, либо люди что-то знающие, что-то читающие, изучающие, ведающие, не знаю. Здесь такое чувство, что человек, о котором пойдет речь, он как будто бы оборотень. то есть у него такие свойства, знаете, здесь нету двуликости, как была во второй позиции лиса, здесь какой-то оборотень, скользкий, скользкий, гадкий какой-то, такой, знаете, человек неприятный, причем, знаете, он такой вот обволакивающий, такой, он еще и разговаривает, как будто бы слюни на вас спускает, что-то такое, такое мерзкое. Я уже представляю, что здесь речь пойдет о насилии, но я об этом не буду говорить, да, то есть, ну, вы понимаете, здесь какой-то мужчина, который, ну, в общем, склонял вас, да, либо склонял, либо было насилие, либо склонял к чему-то, поэтому он как оборотень, и вот у меня все время идет, что он как-то сливы не пускает, опять же, таки, это может быть метафорично, ясное дело, но он такой скользкий, он такой противный, поэтому вот я и вижу вас с мечом готовы, здесь действительно ненависть, вот здесь ненависть такая мощная, да, направленная на этого человека, что вот я прям, я буду стоять за себя до последнего, я буду, я тебя ненавижу, но вот здесь вот прям столько ненависти, значит, человек, который хочет вот прям задушить, вот прям, здесь, да, здесь неприятное, хорошо, кроме этого человека, ну, кто услышал, тот услышал, я не буду вдаваться, сейчас в подробности рассматривать это дальше, вымерзительное, так, если еще какой-то человек в вашем поле, да, в котором вы чувствуете не ненависть, а что-то такое негативное, есть еще один человек, которым вы чувствуете ненависть, человек, который вас предал, здесь предательство идет, предательство, знаете, как подстава, что ли, у меня такое ощущение, что это вот ваш друг, друг подруга, то есть гендерном принадлежности, да, не это самое, не акцентирован, я не рассматриваю, если я вижу, что это вот прям мужчина, я скажу, если нет-нет, то это вот просто человек, потому что здесь предательство, здесь подстава такая, знаете, мерзкая, низкая такая, то есть, ну, человек, я склоняюсь, что это может быть даже, знаете, как-то в профессиональной сфере, но не исключаю, что здесь и личная жизнь может быть, да, вот как, там, не знаю, любовный треугольник, но я сейчас это не буду рассматривать, мне почему-то более ярче показана здесь какая-то женская фигура, девушка, которая, девушка, ну, женщина, ну, не слишком взрослая, а такая, знаете, вот прям распуфыренная вся, да, и как будто бы, не знаю, метит на ваше место, что ли, и вот хочется сказать, что если бы ты просто пришла, зараза такая, я извиняюсь за выражение, но мне иногда в поле, я просто считываю какие-то слова, вот, и, потому что, ну, обычно я фильтрую, что я говорю, и как я говорю, но вот в раскладах, иногда в потоках хочется, так сказать, какими-то словами, скорее всего, теми, о которым, какими вы мыслите, да, категориями, такая, потому что здесь идет энергия, и вот человек все время говорит, так, блондинка, что ли, эта девушка, не могу понять, что она, знаете, как-то падла, падла, почему такое, вы знаете, хочется вцепиться в волосы этой дряни, и сказать, что, блин, если бы ты подошла нормально, по-человечески, и сказала, что мне нужно твое место, я бы тебе его подарила, потому что здесь, здесь действительно идет какая-то ненависть в сторону этого человека за предательство, да, что вот, и даже вопрос не в самом предательстве, а в том, что вот как-то хочется, вот вы что-то держите в руке, да, и вот как-то вот бросаете в сторону этого человека, и говорит, на, возьми, подавись этим, ну, типа, можно было по-другому, вот просто по-человечески, я пришла, я бы тебя дала, не надо было, вот зачем мы это все придумывать, вот зачем вот это вот все делать, вот эти вот все подставы, высмеивать вас как будто бы как-то знаете вы смели как-то вы стали как предметом на смешище что ли вы не понимаете то есть ради чего стоило на того то есть если это допустим это профессиональные сферы и рабочее место то есть ради этого убиваться здесь какая такая у вас энергия вы не недопонимание то есть неужели человек может пасть так низко ради чего ради того что вот не стоит но она того не стоит с вашей точки зрения вот здесь вот это вот предательство да здесь есть ненависть ненависть сторону этого человека да то есть почему почему здесь еще знаете другая категория отыгрывается если это не профессиональная сфера такое знаете чувство что вот вы как будто бы кого-то пригрели и вы говорите об этом я пригрела гадюку не просто змею именно гадюку своем доме вот она так подступила но может быть у вас даже и деньги украли здесь такой момент тоже может быть но неважно конкретика до ситуации то есть я конкретно никогда не рассматриваю смотрю энергию но энергия здесь говорится в предательстве у каждого это предательство проиграется по-своему и это не потому что я общими словами говорю потому что но людей много смотрят если есть что-то конкретное мне в поле показывают я это говорю вот здесь прям вы знаете мне почему-то показывают человека у которого на голове гнездо птичья как мысли какие-то не знаю то ли мысли о семье то ли какая-то забота то есть какие-то какие-то мысли и вот в это время да вот как будто бы что-то произошло то есть человек как будто бы занят был какими-то своими делами своими мыслями своими идеями может быть работой и вот в этот момент до произошла вот это сцена предательства и вам даже не обидно а здесь вот прям знаете как-то такое презрение такое некая гордыня как высокомерие с вашей стороны и она правильная да она как как это объясняемая объективная в контексте того что ну неужели люди так могут вы даже себе говорите неужели люди так низко могут падать и почему я почувствовала ненависть потому что в первые в первые вот минуты когда вот это вот вся сцена произошла у вас было это чувство ненависти потом она прошла вы как-то успокоились перегорели может быть как-то не знаю ну эмоции стихли да и вы как-то вот отпустили эту историю потому что здесь не было более здесь вот как-то но было обидно обидно если еще что-то давайте на картах посмотрим так же как и двойка потому что есть люди которым не хочу что вы или не смотрели в без карта мы к вам приходим на тару давайте смотрите по картам я с таким тоже сталкивалась по картам по картам не вопрос так смотрим какого человека до которым все восхищаются вы ненавидите либо у вас есть какие-то другие негативные мысли человек такой знаете нету не конфликтные он такой позитивный позитивный сейчас попробую объяснить слово то позитивный кайфажор для себя эгоистичный но при этом он знаете он создает такое впечатление что я как это я за любой кипиш да вот я всех поддержу я со всеми буду соревноваться вот как знаете как мозговой такой штурм когда люди собираются каждый высказывая свою точку зрения и вот он такой знаете как да ты молодец а еще какое мнение есть а у вас какое давайте вот это организуем а давайте вот туда пойдем но это вот такая вы знаете маска человека позитивного но он достаточно эгоистичный да он эгоистично он думает о своей какой-то выгоде как как вырасти этот человек может пойти по головам может я не говорю что он идет он может но он как-то это знаете тоже делает хитро и хитро хитро сейчас я объясню вам это хитро хитро с его точки зрения ему кажется что ухо прекрасный стратег что он прекрасный манипулятор но со стороны видно что он так это все делает знаете похабно так не ну как это не аккуратно да то есть если ты считаешь себя умным и там манипулятором и стратегом но дело это уже знаете вот так эстетично чтобы можно было хотя бы восхититься твоим умом а здесь это так примитивно здесь это как-то так угловато неотесано и но это это смотрится и еще дешевле да то есть ну как-то очень примитивно как-то очень примитивно но человек так не считает он считает что вот он прям что я плохой да не я не плохой я вообще такое ничего не делаю это вообще не про меня ты же знаешь я всегда приду на помощь я же вот прям тебе там помогал что такое вот вы начинаете вспоминать помощь этого человека и говорите блин ну да помогала что ты получил взамен меня то есть если бы не было вот этой выгоды ты бы нифига не помогал вот здесь такой какой-то человек о таком человеке да 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 здесь человек как которую самоутверждается за счет других людей вот для него это важно чтобы двигаться здесь человек которому уже сколько людей таких я вот просто смотрю на эти вибрации я прям я не верю что я живу на этой земле среди таких людей вот прям вот примитивный уровень мышления и при этом человек ну это со стороны так кажется да а человек себя считает что вот я прям знаете я такой лидер я вот прямо на высоте он может быть даже и занимает какое-то место я не исключаю да что вот я не говорю что он прям там разнорабочий нет он может действительно быть там каким-нибудь начальником на начальник отдела либо каким-нибудь директором но здесь достаточно молодая энергия здесь человека где-то ну до 40 лет я не думаю что он больше ну макс 45 это много сказала то есть молодая не совсем зрелая да хочется сказать что человек не совсем понимает что он делает не отдает себя что-то созданности у этого человека нету вот но он себя там возомнил царь и бог и все такое вот здесь вот какой-то такой человек вот восхищается ли этим человеком ну смотрите если у человека есть какой-то пост опять же мы говорим про профессиональную какую-то сферу да если есть какой-то пост туда люди могут восхищаться из-за того что вот он вообще здесь человек красавчик да если честно сказать а у него и внешность такая приятная и он такой знаете он такой миленький миленький вот но лично у меня вызывает желание знаете дать ему пощечине да а если бы я была мужчина морду ему набить не знаю почему но вот здесь вот такое такое вот прям ну слишком слащавой очень любит так знаете за собой ухаживать прям там надуханится именно такое слово ему подходит да потому что сказать что человек там использует парфюм либо аромат это это слишком шик для него с наши с вами оценкой да потому что он действительно как 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 этот надуханился вот ну следить за собой человек да сказать здесь нечего да и вот и обращая да обращая на себя внимание прям девушки тает в его пространстве на скорее всего из-за этого из-за своей внешности и из-за своего вот этой своего статуса я так скажу он все-таки не непростой человек он здесь своего статуса он нам он вызывает какое-то восхищение могли бы им восхищаться если бы у него не было статуса ну скорее всего как знаете как любовника возможно вот но здесь просто сошлось и внешность и опять же сказать что он красавец он тоже на любителя знаете в нем нет брутальности но на вкус и цвет в общем здесь такой человек а почему вы его ненавиде нет какие чувства вы к нему негативные испытываете здесь и ненависть а здесь знаете что здесь какая-то стабильная требовательность вот вы вы к нему строги и требовательны вот такое ощущение что вот и все время ему как будто бы говорит займись делом на вот ху либо хочется вам сказать да займись ты уже делом да хватит уже перед зеркалом там это самое красоваться займись уже делом когда ты уже повзрослеешь если у вас есть ребенок я просто сейчас так подумала сын на то здесь скорее всего речь пойдет о нем прямо взрослый взрослый прям если сын если там я не знаю вам от 70 75 то здесь вот о нем опять же таки ненависть в таком случае ненависть будет а в таком случае будет уже вот это вы знаете вот что я говорю займись уже делом да повзрослее ты уже какое-то вот знаете раздражение когда ты уже станешь ответственным если нету детей то вот в таком контексте здесь здесь идет лень да лень комфорт здесь может быть раздражение здесь не ненависть здесь раздражение ваше в контексте того что но человек как будто бы ничего не делает он не берет на себя ответственность здесь еще знаете почему может быть раздражение потому что вы должны выполнить работу этого человека вот поэтому здесь какое-то раздражение идет может быть даже и злость то есть опять я беру на себя то что здесь должен сделать ты либо это может быть вашим старшим братом здесь тоже такое может быть что какие-то его дела которые озвучивали с родителями да приходилось делать вам здесь человек какой-то такой знаете вспыльчивый вспыльчивым быстро загорается быстро потухает но здесь не в контексте агрессию этого человека не нету агрессии ему понимаете у него ярко выраженная янчика и а инская энергия ему вот это вот мужской энергии это не хватает дом поэтому такое слащавый здесь дело в том что здесь идет как будто бы раздражение что человек какой-то кайфажор и вот вас это бесит понимаете даже здесь не ненависть а то что вас бесит и вас бесит опять же таки то что вот этому человеку как-то дается финансы как-то даются легко он как будто бы не беря какой-то ответственности да он еще на эти он когда появляется в пространстве он как будто все разрушает и уходит и ему за это ничего не бывает а вы как будто бы за него должны потом подчищать хочется сказать да то есть берете ответственность за то что должен сделать он здесь такая энергия да и это вас уже под достала на самом деле и вы уже не знаете как справиться с этим человеком то есть это опять же может быть профессиональной сфера может быть это личное на то что я сказала либо это брат вот для кого-то старший старший именно брат он старше вас либо это сын взрослый какой-то сын так еще раз какая энергия эмоция ну вы закрываетесь на закрывая почему тут закрываетесь отстраняется от этого человека ну потому что вы никак не можете с ним договориться общения здесь нет вы ему говорите не говорите правду у него два уха зашло-вышло и вот это вот вас раздражает да это забирает у вас силу понимаете вы тратите очень много сил на то чтобы завершить его дела и параллельно из-за того что вы раздражаетесь это забирает у вас энергию то есть и как ваша реакция и как то что вы должны сделать вместо этого человека как-то так так это была третья позиция для тех кто любит карты для тех кто может слушать поле сказала вот хочу поблагодарить вас всех за ваши комментарии до новых встреч до до пятницы заранее скажу что в пятницу выложу анонс в разделе сообщества на близ консультации тема будут свободные вопросы в свободным ваши до те вопросы которые у вас есть если я не буду давать на близ консультациях вопросы два ваших любых вопроса я буду рассматривать на близ консультациях в принципе раз месяц полтора я делаю такую тему поэтому у кого есть какие-то личные вопросы неважно это может быть про новый год там может быть про энергию это может быть какой-то анализ какой-то ситуации но главное чтобы это не было прогностика не потому что я ее не люблю потому что я в ней некомпетентно я не могу делать расклады на прогноз мне кажется они у меня не получаются вот приходите желательно в телеграме я просто там чаще вижу но вы можете мне и на почту написать контакты будут в посте в разделе сообщества в пятницу выйдет анонс заходите все контакты есть и жду вас на близ консультациях а я прощаюсь с вами всем пока пока